девочки мальчики ну что я вас приветствую такой небольшой прерыв у нас случился ну в принципе просто сейчас что-то какой-то геомагнитный фон такое что совсем не хотела снимать расклады потому что иначе просто получились бы на отшибись говорю сразу вот поэтому мне нужно было там небольшую до паузу на восстановиться и сегодня мы будем с вами смотреть ошибки да какую ошибку я совершил совершил совершила давно смотреть наши ошибки 1 розовый 2 зеленый и собственно третий белый камешек в инфобоксе время начала вашего видео на какую ошибку совершили понятно что все мы совершаем ошибки но может быть здесь вы прямо точно увидите что же вы где-то сделали не так так еще не сказала не знаю мне кажется сказала все ну кроме того что спасибо что вы стоите со мной даже если делать это паузы в общих раскладах на где-то там свои социальных сетях ну вот потому что по-прежнему как бы я одна вот у меня тут некому как бы делегировать некие свои там как бы момент это который необходимо как бы решать и пройдет ответственность поэтому на периодически пропадаю конечно с вашего поля зрения но это ненадолго я всегда возвращаюсь на как мэри поппинс с ветром перемен для вас так розовый привет розовый привет ну что же давайте смотреть какую ошибку совершили давайте так мы посмотрим ваше текущее состояние будет работать на монстриках текущее состояние посмотрим какую ошибку совершили он тут что-то вы мне выкинули вы в обороне да у меня ощущение что вас реально все задолбало смотрите какой интересный паш мечей вам приходится защищаться вам сейчас приходится брать себя в свои же руки вам приходится сталкиваться с хитростью и не совсем понятно то ли мы хитрим по отношению к себе то ли собственно нам нужно разоблачить те кто хитрит в нашу сторону где-то вот мы насторожены да то есть ощущение что мы снова как бы уходим состояние я в домике данном состоянии я в башне и буду общаться только с моим личным драконом давайте сейчас посмотрим почему паши мечей почему же паши мечей все-таки неоправданные ожидания может быть это опять же низкая самооценка тройка мечей потому что это либо наличие треугольника и вы действительно можете это подозревать или быть просто открыты неоправданные у нас ожидания по тройке мечей сейчас посмотрю но вы кому-то прям катастрофически не доверяйте может быть правильно даже делать смотрю тройка мечей семерка пентакли а я так хочу сказать вашем окружении с люди которыми вы несколько раз очарованный да то есть вот а было ощущение такое знаете вот иллюзорное что может быть вам помогут или там вам с этим человеком по пути или мы вместе там можем там что-то приумножать создавать что-то такое глобальное а при этом как бы все это неоправданные ожидания смотрите тройка тройка мечей до семерка пентакли вы ждали понимаете вы ждали вы они получили обратной связи вы закрылись хорошо обратной связи почему не получили то есть на свои действия вы не получили обратную связь хорошо вам какие действия это расскажите мне какие действия это были а были действия засушить а вы сейчас мне скажите да я же так доверилась да я на самом деле у человека доверилась есть такой ли доверился да но смотрите четверка мечей как бы башня как никогда ощущение вообще что то ли вы тут так вот пытались достучаться это все было безрезультативно вот а либо до вас кто-то пытался достучаться это тоже безрезультативно потому что так никак слушайте кто-то из вас такие паш мечей у меня ощущение слушайте что здесь есть человек который что-то вам обещал делать он это не собирался совсем но ему как будут нужно было вас задобрить знаете серия поорет поорет успокоиться или показывает там свои как бы права да сейчас я как бы прогнулся а потом все равно буду делать то что я хочу что-то такое да происходит сейчас я еще немножко посмотрю ситуацию давайте так с чем связана ситуация в которой вы допустили ошибку финансы что еще по пятерка пентаклей ощущение что мы возлагали усилия на человека который поможет нам все-таки преодолеть вот это дебильное болотное состояние пятерка пентаклей вот может быть знаете такой вот момент духовного и материального и серии там смелым раев шалашина вот если я буду его любить и вдохновлять там как было мне выстроить замок дворец там метерем прекрасные а тут вот это все истории не происходит и мы уже хотим видимо там прям напинать и чтобы он тут с дивана то как бы и поднял то свой седальщины нефта а ему как бы видимо прекрасно вот такая ситуация может быть а если не касается отношений ну вот смотрите на самом деле вот вот все ваши короче неоправданное ожидание короче вот эта вся ситуация которая сейчас вижу называется не в коня корм да вы что-то вкладывались но ощущение что вы больше не готовы это делать да это такое дикое глобальное разочарование да изначально то есть вот эта история она говорит о том что да у нас все получится но семерка пентаклей она не к чему она про какие-то неизбыточные как-никак надежды с одной той стороны я сделал как бы все или я сделал все от меня зависящий я как бы жду урожая но у меня вот опять же ощущение что по тройке мечей а либо это просто как бы ваш такой не ну негативный момент что я не могу поверить что может быть все хорошо поэтому еще подвох вот а либо опять же просто мы закрывали глаза и нам казалось что вот теперь все будет обязательно хорошо понимаете вот такая история ну вот что сколько можно уже искать этот подвох ну опять же давайте еще что касается этой ситуации ясно ясно ну блин это какие-то планы которым не суждено сбыться потому что у человека либо ресурсов не хватает либо у вас смотрите пятерка пентаклей если вы не видите по жезлов да как бы и колесница изначально как-никак вот если бы это не теневой был бы как бы аспект да то есть вот этот по жезлов он нас пророс понимаете день движения к сожалению нет и вот это вот ощущение болото ощущение бегства по кругу она безусловно присутствует ваша жизнь ну давайте так последняя карта на ожидание на колесницу какая была интересно все я вижу вашу ошибку вы прям негативить и вы как будто вот не пускаете свою жизнь какой-то благоприятный исход понимаете благоприятные перемены вы больше нацелены на то чтобы отбиваться от плохого нет ну конечно в жизни может быть большое количество плохого и мы сейчас не пойдем в выгуливание белого пальто и говорить о том что вы сами да ответственны за все происходящее всякие ситуации могут быть но у меня ощущение что вы относитесь на остороженно ко всему и ко всем давайте ошибка которую вы совершили давайте ошибка которые совершили ошибка которые совершили во первых вы не говорили не заявляли о своих потребностях во вторых как бы такое ощущение что вы не озвучивали вот у вас с этим человеком как будто знаете не совпадает видение жизни да не совпадает планы не совпадает вот может быть это понимаете разность интересов но смотрите двойка жезлов да и отшельник я не знаю как по-другому мне хреново но я не буду никому об этом говорите вообще говорили что вам плохо может на вас давит даже о чем здесь отшельник то да это иллюзия того что все хорошо смотрите девятка кубка для иллюзия что все хорошо что стоит перетерпеть что стоит засунуть свои эмоции куда-то там вглубь да потом будет все хорошо как-никак в чем еще ошибка вот она наша семерка кубка все-таки вылезла да ошибочный выбор давайте так вот ваша ошибка в том что вы поставили не на того а не на ту лошадь вы поставили понимаете поэтому да колесница в болоте вы как будто знаете вот изначально прям выбираете себе людей партнеров которых идеализируете а потом происходит такая ситуация что они пытаются спихнуть вас с вашего трона вы еще оправдываете очень много людей с которыми как бы мы просто не по пути да лошадь сдохла слезь мы пытаемся реанимировать смотрите мы пытаемся восстановить давайте что делать в этой ситуации самый главный момент с ошибкой понятно все что делать переключиться да если мы слишком идеализируем человека значит мы переключаемся если мы видим для себя только один источник работы это не так если мы ощущение что мы сосредоточились только на одной сфере жизни только на одной сфере жизни мы туда прям видимо бьемся уже головой о стену на какой сфере жизни мы сосредоточены восьмерка пентакли я на самом деле умею себя выстраивать я знаю как я проявляюсь в обществе я знаю что я транслирую да а интересная конечно восьмерка пентакли вот относительно чего ну если это просто сценарий что вы все одинаковые как бы аяту д'артаньян то как бы да не очень хорошие новости что вы конечно зациклены на в том что людям нельзя доверять что вас хотят обмануть что нет искренних чувств эмоций и мы вот действительно реально как бы понимаем что в этой ситуации лучше не партнериться никогда и то есть как бы а мне по сути одному хорошо вот чем дело то понимаете что у нас то вылезло что одному лучше чем в партнерстве в каком бы то ни было что делаем еще в этой ситуации понимаете вот здесь такая ситуация что нужно сказать себя вдруг а вдруг получится а вдруг влюблюсь а вдруг заработаю деньги а вдруг да вот почему здесь очень сложно расставаться с тем что по сути не приносит сильное счастье любви вот потому что кажется что там дальше будет хуже а тут будет лучше а у нас это навязчивые мысли либо мы конкретного персонажа не можем выбросить да либо блин а ради меня никто ничего не делает или для меня никто ничего не делает как исправить эту ошибку самой принимает решение смотрите как никогда самой принимает решения само искать шансы самой крутится вам это счастье принесет знаете я уж конечно не говорил что волшебник голубом вертолете как не когда но ощущение всё-таки что принесет и счастье что-то вы тут кого-то ждете а вот и ныне там до проявление какое-то может внимание по отношению к вам а то что-то новое это собственно впереди вы не хотите да давайте дарить свои чувства совсем не хотите не давайте не дарить чувства не и здесь у нас могут проседать разные сферы жизни не только про отношения еще и про деньги в час еще проседает давайте сама оценка проседает тройка жезлов получается да как бы шестой аркан это получается что мы надеваем корону человеку потому что честно говоря нам прям стыдно признаться что корона нашей голове смотрится лучше это мои прекрасные девочки которые вот по первому варианту больше императора в своих отношениях чем пера 30 и вам в этом комфортно когда вы сами все это выстраиваете так двоечки я вас приветствую давайте смотреть ваши ошибки осознаете чувствуете понимаете свои ошибки бишь в первом варианте мне прям вылетела картой там было понятно как вы себя чувствуете а вы тут у меня прям в колоде крепко держитесь знаете как вам кажется с ошибками живете вот как интересно читать карты вот все-таки хочется в перевернутой позиции а с другой стороны читает в прямых час подождите я подумаю слушайте что она сейчас происходит некая иллюзия собственной значимости но при этом ощущение что она разрушается как будто вы не видите истинной ценности свои истинных возможностей не видите свои да прикольным то есть нас наши ошибки связаны с уровнем нашей ценности давайте так как у нас дела с ценностью самоценностью как мы себя чувствуем нам очень важно чтобы нас ценили со стороны да то есть нам получается что мы очень зависим от мнения людей от мнения партнеров мне вот ощущение что вы цените себя только в одном случае когда вы делаете то что вам по душе вот тогда ценность давайте так а делайте то что он по душе сейчас пытаетесь но вы не знаете что вот такое ощущение что максимально запутались да поэтому как-то вот ощущение такое знаете перекати поле когда вот вас выкинуло да на уровень повыше или пониже сейчас посмотрю потому что у нас может быть сверх движение вниз а вы не знаете что с этим делать ну чё куда нас выкинула луна собственные иллюзии да то есть вот такое ощущение что мы не там и не там да то есть мы где-то блуждаем в поднебесе мы блуждаем собственных эмоциях в иллюзиях чего еще полне у нас да я это злая готическая принцесса в домике королева мечей луна смотрите то есть с одной этой стороны мы говорим о том что вот эти вот все ваши сопли романтика это все не для меня абсолютно потому что я такая вся сильная мощная внутри да и мощные мощные моего пищи но как-никак сама по себе луна говорит о том что вы очень чувствительный человек очень чувствительные вы реагируете на критику вы реагируете на окружающих у меня ощущение что вы больше реагируете когда он говорят что-то отрицательно нежели положительно ну ладно давайте чё там окружающие то говорят вам вы пытаетесь быть слабее чем есть на самом деле смотрите перевернутый повешенный до император то есть нельзя быть нельзя проявлять силу нельзя проявлять власть поэтому я тут конечно буду прям пытаться подстроиться под вас подстраивайтесь расскажите мне под окружающих конечно конечно мне ощущение что вы все равно будете держаться сильных мира сего потому что как-никак это ваша энергия вам очень важно помогу проявляться понимаете что-то из себя представлять принимать какие-то решения где-то быть жесткими понимаете что-то разрушает что-то ликвидировать до выносить вердикт вам это важно ну чё давайте посмотрим ситуацию в которой вы оказались вам кстати очень важно как оценивает ваши поступки окружающие ситуация в которой вы оказались сейчас расскажи ключевые моменты кто я да такое знаете вот ощущение глобальной такой перепрошивки да что я лучше я глубже у меня больше возможности чем я вижу да чё с этим делать а что с вами происходит когда вас реально выбрасывает состояние потока луны и так дальше так этого боитесь маги вы мои всемогущие что с вами происходит все а мы начинаем себя принижать да мы так а вот так это все не мое и вообще как бы по четверке пентакли вообще как бы маленькой незаметно и вообще отстаньте от меня все что боимся это расскажите эмоции свои боимся на пашку кубков мы очень боимся на самом деле до своего эмоционального фона мы боимся быть нытиками боимся быть слабыми поэтому изображаем из себя что-то такое знаете серии быстрее лучше сильнее чем ваша ошибка мне так нравится что не про отношения чем ваша ошибка так понятно что сейчас такое время когда вам придется меняться кардинально понимаете сбрасывать старую шкурку может быть вы будете трансформироваться и внешние и внутренние понимаете может быть это как раз вот эти вот энергии смерти которые вы не осознаете несмотря на то что это очень такая спокойная энергия да она тяжелая она тяжелая потому что она такая достаточно мощная да еще еще может быть хотя как бы сам момент перехода мне не об этом а вот как бы энергии смерти а вы это не хотите осознаваясь гореть и блин да и маленькая букашечка там и в этом мире я маленькая скромная песчинка вообще мне этот темно-зеленый камень еще не про меня я тут бабочка посмотрите что мы тут мы тут вот как бы прям подзапутали себе посмотреть старший арканы до смерти дьявол и смотрите по сути здесь нет умеренности здесь жесткий запрет на проявление инстинктов понимаете здесь жесткий запрет на сексуальностью все но вот так вот просто закрыта здесь жесткий запрет на желание свои жесткий запрет на свои какие-то хочу-хочу-хочу, понимаете? Я не буду читать здесь смерти дьявола, как великих практиков, темных магов в 15-м поколении и так далее. Хотя, безусловно, будет часть людей, которым я действительно в лицо могу это сказать, потому что я вас так вижу. Вот, но не все же, правда? Вот иногда мне действительно хочется бить по рукам и свой поток вот так вот, как это сказать, останавливать, как колесницу некую, потому что я же намекала, намекала, да, 13-15, умеренности нет. О чем это? Отрицательно накопленный потенциал. Это неумение проявлять свои эмоции. Ну, перевернутая, да, такая десятка кубков. Эмоциональный такой, прям, смотрите, все мрачные краски. Короче, ребят, вы прям живете в мрачнике, и вот ощущение, что все свои желания, вот вы прям бьете себя по рукам, да, там, хочу короткую юбку, я просто словно говорю, там, хочу короткую юбку, красную помаду, фу, как бы я же там не женщина там, да, низкая социальная ответственность или еще там что-то, да, хочу как бы там в жесткой ритуалистике, при этом как бы у меня получается, не-не, я же там не ведмище никакая, там, меня там как бы накажут. Вот, и на вот эти жесткие, как бы хочу, да, мы здесь получаем собственные запреты. Почему мы себе это все выстроили? Потому что желания не сбывались, или наши желания, которые сбывались, они тут приносили неприятности другим людям. Сейчас посмотрю. Пожезал. Девятка кубков. Да, это, короче, детские запреты. Это детские травмы, детский запрет. Почему нельзя было мечтать? Почему нельзя было, собственно, устраивать себе определенные выходные? Потому что, слушайте, у вас ощущение, что вас несет, да, что вы потом не можете вернуться в русло, да, есть такое? Короче, мы сами себя наказываем. Мы сами себя наказываем, потому что всем можно, а вам нельзя. Да, всем можно, а вам нельзя. Есть такое? Почему вам нельзя? Расскажите мне. Потому что, когда мне можно, случается что-то плохое. Что случалось? Да, запрет, короче, на радость. Да, то есть, если я громко смеюсь, у меня эта радость отнимут. Да, вот такое вот. Нужно прям выключить свой этот импульс, потому что вдруг кто-то увидит, вдруг кто-то заметит, вдруг кто-то сглазит, вдруг кто-то что-то украдет, заберет, да. Что такое? Шестерка кубков, четверка кубков. Это из семьи, короче, идет, понимаете? Боюсь огорчить родителей, может быть. Ладно, это все-таки детские травмы, а вы с ними справились? У меня ощущение, что вы над ними работаете, да, то есть вот оно все в головушке у нас отсекать весь этот мусор. Папушка? Ну, может быть, с папой реально какая-то сложная ситуация. А может быть, это, знаете, наше проявление силы воли и характера. Мы это все запрещаем. Ну что, а какая ситуация еще? Посмотрите, как сильно мы накопили потенциала отрицательного, да, десятка мячей перевернутая. Десятка кубков. Ну, с одной стороны, десятка мячей перевернутая, которая говорит о том, что вот этот кризис мировоззрения, он у нас немножко за горами, то есть мы уже прошли критическую точку в моменте трансформации там находимся. Вот. Но пока еще, видимо, не избавились от иллюзии относительно себя. Что там себе еще придумывали про себя? Я не человек для отношений, я человек мизантроп, я не про то, чтобы общаться с людьми, потому что перевернутая четверка жезлов. Или я не хочу конкретно отношений. Как исправить ошибку? У меня вот реальное ощущение про вас, что вы смотрите в зеркало и видите себя сквозь какие-то очень негативные фильтры. Как исправить ситуацию? Ярофант. Книги, учителя, наставники. Четверка кубков. Слушайте, вот вам казалось, что вы живете правильно. Вот так вот надо. Вот так правильно. Мне так нушили. Мне так вот все понятно. Вы вообще живете неправильно. Слушайте. Это, знаете, вот ощущение, что я живу в определенной системе, я не могу ее поменять, я ничего не могу решать. Смотрите, Серафан, четверка кубков. Вам говорили вообще, чтобы вы, ну там, замолчи и заткнись, твое мнение, неважно, или посмотри, как родители, родители стараются, потому что я сейчас не могу говорить, вот реально. Я только что сказала о том, что вам как бы нужно выйти за пределы системы, мне начинает душить кашель. Это, скорее всего, еще нарушит очень сильный эмоциональный фон. Тут, на самом деле, очень много тараканов, тут, понимаете, вывозить, ну лет 10 точно через терапию все это. Пока мы можем говорить про некое заслуживание любви. Хочу быть хорошей всем. Смотрите. Шестерка Пентакли, да, и карта дурака, что там? Он искатель, понимаете, в этой колоде. Он такой, знаете, немножко непрекаянный, он ищет себя, если слишком вламываться, это про вас рассказываю, если слишком вламываться как бы в границе, то он достаточно быстро уходит, да, в свою ракушку прячется. В этом, в принципе, здесь могут быть водные знаки, различные раки в том числе, потому что вот то, что я рассматриваю, это такая, знаете, типичная матрица, человека под знаком зодиака рака, да, когда мир, по сути, враждебен, когда нужно спрятаться с врагом, когда вот нужно прям очень много переживать, но при этом мы прекрасно понимаем, да, что у него есть мощная защита, его панцирь. Почаще вспоминайте о том, что вы в безопасности все-таки, понимаете. И защитить, как бы вы себя сможете, и жить жизнью экстраверта, если вам того хочется, но вам почему-то кажется, что вы интроверт. Вот такая вот история. Так, троечки, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Напоминаю, что тема сегодняшнего расклада, то есть мы разбираем ваши ошибки. Я сейчас перетасую колоду, чтобы вытащить ваше текущее состояние относительно тех ошибок, которые вы совершаете. Потом рассмотрим ситуацию, в которую вы попадаете, да, вот, а потом я вам дам совет, что с этим делать. Ну, давайте, как вы себя чувствуете относительно тех ошибок, которые совершаете. Теневой аспект четверки, пентакли, но все-таки теневой, да, момент, потому что ошибки с вами смотрим, что, ну, если в плюсе, то там как бы все хорошо, да, там и денежка, еще что-то. Ну, здесь мало, понимаете, и вот у меня ощущение, что вы действительно, возможно, способны на большее. есть такое понятие, как журавль в небе, вы схватили синицу в руке, и вы прям очень держитесь, держитесь за эту синицу. Кстати, доход может падать финансово, сейчас посмотрю еще, почему и что это. Мы эмоции свои сильно не показываем, доход может еще падать. Так, о чем здесь четверка пентакли? Если мечтать, по сути, о великом. Я так хочу сказать, здесь еще только немножко нездоровое детское отношение к деньгам, потому что деньги для вас, оно про удовольствие исключительно. У меня ощущение, что они к вам приходят, когда вам хорошо. Когда вам хорошо, когда вам легко. Еще дьявола посмотрю. Я надеюсь, что дьявола посмотрю, но мне почему-то хочется взять кошек и посмотреть, есть ли все-таки у вас крадник финансово. Сейчас, подождите. Тут прям перекрыть идет денег. Есть какие-нибудь предпосылки-то? Расскажите мне. А что мне показывают откуп за ребенка? Что это такое? Или алименты? Что это такое? Расскажите мне сейчас. Что это такое? Да что ж такое? А что у вас реально есть ощущение, что вы как будто случайный ребенок получается? Про то, что... Тут, кстати, тоже тема запретов. Но вот эту историю как бы я бы читала, конечно, потому что она очень похожа на самом деле на незаконные рожденные детей, на случайные детей, на абортированные детей. Ну, нет, слава богу, что здесь я не могу говорить про финансовый крадник. Тут что-то другое совсем. Кому-то просят свечи поставить. Хотя, слушайте, кто его знает? Потому что... Подождите, давайте так. А вам вот конкретно кто-то что-то перекрывал? Нет. Потому что смотрите ощущения, здесь кто-то прям вернуться к вам хочет. Конкретно кто-то что-то вам перекрывал? А кто-то очень активно возвращает. Активно возвращает как раз через то, что... Либо говорит, что вот без меня у тебя там что-то не получится зарабатывать, да, деньги. Либо про то, что вот человек пожалел, что не показывал свои эмоции, да, сейчас как бы вот вроде какой-то... Ну, поезд уже ушел. Но как-никак, да. Смотрите, здесь есть определенные манипуляции на то, чтобы вы куда-то вернулись. Потому что человек, видимо, наблюдает за вашей жизнью, понимая, что ему реально, ну, как сказать, либо хуже без вас, либо вам лучше без этого человека. Посмотрите, да, как все это ждет. Как все-таки ждет. Ну, тут еще завистливые подруги, но ладно, тут есть вообще кто завидует. Слушайте, только на третий вариант взяла этих кошек. Ладно, черт возьми, есть тут какая-то история, которая связана с мороком, когда вас действительно заставляют делать то, что вы не хотите. И это действительно связано как-то с деньгами. Но это, может быть, не всегда там про магию. Это вот считается просто, что вот вы глупый человек. Ну вот, объясняю. И вот как будто сами вот не несете ответственность. Такое ощущение, что вас как будто прям можно направить в нужное русло, да. Поэтому вот, да, ощущение какого-то такого морока, оно на самом деле присутствует, да, какого-то определенного управления. Поэтому, в принципе, все еще считают для тех, кто может подозревать, что совершается какое-то действие, да, с какой-то вот определенной выгодой, как-то вот вы, несет вас, понимаете, ногами совсем, как бы не туда, куда вы хотели. Здесь не про путание дорог, тут про возврат, тут про проявление какое-то, понимаете, у меня ощущение, что кто-то прям вызов делает. Ну вот, а с прошлым связано, да, видим вообще, да, что тут эротические-то моменты и побуждения. Звезды. Могут быть ситуации, которые связаны с магией, просто не хочу углубляться в это все, но прям импульсно, слушайте, вытащила кошек. Ладно, давайте сейчас еще немножко дьявола раскрою. Да что ж такое-то, слушайте, дьявола и верховная жрица. Так. Ну, тут давайте так, если вы все-таки без магии, ощущение, что вы очень сильно себя контролируете, потому что вы действительно боитесь, как бы, что вас несет, да, и ощущение, что я сам принижаю себя, принижаю свои возможности, принижаю свои достоинства, и я хочу быть меньше, чем я есть. А вы хотите быть меньше, чем вы есть сейчас? Да у меня ощущение, слушайте, что для того, чтобы в вашу жизнь пришел новый опыт, вам, вы почему-то обесцениваете старый, да, то есть вот ощущение, что вот, как это сказать, вы немножко, как переросли свое тело, что ли. Знаете, как вот говорят, молодое тело, душа древняя, например, или здесь вот несколько, как бы, утраченный смысл жизни, чуть-чуть вот и есть этот момент, да, мы можем реально задумываться о неком духовном. Я просто не вижу хорошего энергетического фона в этом всем, пытаюсь разобраться. шестерка пентаклей. Кстати, вы могли в подарок принимать предмет, после которого у вас реально все могло пойти по звезде. Да, с деструктивной программкой что-то есть у нас? Есть какая-то деструктивная программа на каких-то вещах в вашем доме? Не дает покоя кошке. Что-то скребутся, сейчас кому-то что-то расскажет. Вы об этом услышите, поймете, у вас прям пазл сойдется. Вот это очень похоже на перекрытие, похоже на одиночество, да, что-то делали, какую-то программу негативную есть на одиночество? Или сами деструктивно что-то запустили? Расскажите мне. Вот это молитва. Но у меня еще ощущение, слушайте, что у вас дома есть какой-то оберег. А ощущение, что это даже какая-то прям икона может быть. вот что-то такое ценное весьма, да. Мне говорят, не продавайте это, не расставайтесь с этим. Это реально могло достаться от предков, да. Но такое ощущение, что вот они как будто, вот знаете, как истинной ценности, что ли, не понимают. Мне говорят, что вы что-то отдаете за бесценок. А это очень важная вещь. Не надо это делать. А вы еще скажете, да у меня, говорит, сейчас такое положение, да, что либо деньги нужны, либо еще что-то. Ну, то есть вас будут провоцировать на какую-то продажу, конкретную вещь. И вот, может быть, вам кажется, что она действительно несет какой-то негатив. колечко, может быть, кстати, еще. Ну, вот у меня, читаю, ощущение, что вот оно прям как по наследству, что ли, передается. Что-то у вас хотят выдурить, понимаете? Вот это слово идет выдурить что-то хотят. На наследство еще похоже, смотрите. Если похоже на наследство, это реально обман. Это прям конкретно обман, это какой-то вот афера. Это афера стопроцентная. Поэтому, может быть, я здесь еще вижу крадник. Тут, ребят, еще какая-то родовая история. А родовая история, знаете, когда, допустим, родовое наследие продают люди, которые не умеют за ним ухаживать, они, например, там алкоголики или еще что-то, да? Вопрос с квартирой может быть, размен. Вот тут вообще не про отношения, кстати, третий вариант. Тут вот ощущение, понимаете, что вы реально можете сделать какой-то ложный выбор. Либо потерять, как бы, в деньгах, понимаете, либо отказаться от чего-то важного. Но это какое-то наследие. Я не знаю, что это такое. Это вот либо какой-то предмет, который можно быть, он ценный, он материально ценный. Либо квартира. Вот это момент, конечно, духовности. Поэтому я могу читать. А эта икона... Давно, конечно, у меня такого не было, потому что у меня еще... У меня просто пазлы не складываются в одну, поэтому я буду озвучивать все, да, что вижу. Раз уж кошки, короче, мне подсвятили, немножко докручивают историю. Я просто, слушайте, не сильно в ритуалистике, но у меня ощущение, что здесь вот что-то такое, понимаете, что могло делаться на одиночество. Кстати, могло делаться либо через церковь, либо через какой-то очень мощный прямо эгрегор. Это, знаете, когда как-то говорила о том, например, что вас как будто вот завещали, да, эгрегоры, служения. Когда, например, там в роду бабушки, дедушки как бы молились, а вы не хотите, да, в ту сторону, вот, потому что, ну, по ряду причин. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, да, а вас все равно туда возвращают. И вот ощущение, что вы пока туда не придете, это как будто вот все, что в вашей жизни происходит, некий ложный путь. Все, поняла? Вот, а ложный путь и при этом, как бы нам еще говорят, что вы как будто вот очень многое можете потерять, в том числе еще какую-то материалку, но все равно придете на свой путь. Вот, материалку можно не терять, кстати. с чем это связано? Тут что-то очень важное в доме есть. Как будто это вынуждены продать от безденежья, да, смотрите, вроде как ценность в этом есть, да, но это, знаете, как вот не трошит на Новый год, там ордена может быть, какие-то иконы, какие-то старинные колечки, что-то такое, какое-то наследие. Он говорит, нет, не продавайте, это ошибочная история, ну, не нужно оттуда, да, или не покупайте, да, не покупайте что-то на барахолках, еще что-то, потому что там могут быть какие-то негативные программы, да, понимаете, о чем читаю? Может быть, вот что-то вы взяли, что-то вот принесли, что-то, может быть, понимаете, на деле от мамы, бабушки, там какая-то деструктивная программа, понимаете, что-то вот, что-то не свое вы взяли. Сейчас еще раз, что взяли не свое там? Что-то прицепилось к вам? Как под ключиком, может быть? Так, сейчас еще раз, сама по себе ситуация о чем? Ну, смотрите, вот, что-то дома идет не так, резко, смотрите, резко какие-то изменения, резко изменения могли быть в личной жизни, у вас будет ощущение, блин, да мне что, испортили что ли, да, или сглазили, в семье, понимаете, вот он, смотрите, рыцарь мечей, да, шестерка куб, да, все же хорошо было, ощущение, слушайте, что это прям как повторение сценария, да, определенного, но здесь я могу сказать, что есть некий магический аспект в этом все. Что ж у меня ощущение, что это вещь? У вас как замкнутый круг, вы вот на одни и те же грабли наступаете, да, 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 вот нам показывают, вроде как все хорошо, да, и переезд может быть, а может отношения на расстоянии, да, что-то такое, но они резко прерываются, резко что-то такое происходит, сейчас посмотрю, что это. Да, ситуация подвешена, на самом деле ситуация подвешена, наследство, это квартира на расстоянии, да, сама по себе, вот тебе кажется, что вот она вроде как, ну, должно вообще вот случиться, а она этого не случается. Почему? Человек, который этим обладает, тебя наказывает. Это такая, знаете, манипуляция, ощущение, что вам это не достанется, но вас хотят этим проучить. Да, смотрите, как нам показывают, что. Вернись, да, вернись, и все будет хорошо. А вот ты же от меня, получается, ушел или ушла. посмотри, как все у тебя в жизни, жопа, 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 да, а если вернешься, прям наблюдает за вами, да, ну, прям считаешь, что, видимо, это как-то дело времени. Сумбурный расклад. Сейчас вот попытаюсь все это понять. С чем мы начинали-то? Начинали с того, что хотела посмотреть, есть крадник или нет, финансово, невиженно, при этом есть перекрытие дорог, оно может быть психологическое от различных бывших партнеров, там, алименты или еще что-то, да, отношения на расстоянии, которые действительно тоже, это может быть про то, что вы ждете, но оно все никак не случается, подвешенная ситуация. А человек, который пытается вас вернуть, ну, здесь он, кстати, может еще и как-то и магичить. Вот, а если вы действительно понимаете, что это ваша история, ищите подарки, потому что там, как это и есть деструктивная программа, да, если вы понимаете, что это не про отношения, ну, смотрите, как бы, что в доме, который могло достаться вам по наследству, потому что там тоже могут быть такие некие деструктивные программы. Тут, конечно, подперекрытая история, понимаете, подперекрытая. Давайте, в чем ошибка ваша? Ошибка на самом деле в том, что вы довольствуетесь малым, да, подвойки жезлов. Да, что вы прям действительно, вот прямо как это, ну, и вот вы упорно довольствуетесь малым, да, то есть вам показывает больше, а вы все равно возвращаетесь к тому, что есть. И потом, соответственно, расслабляетесь, доверяете, и кажется, что может быть что-то по-другому, да, но вот это вот ожидание, это ощущение некой подвешенности, то есть тебе пообещали, тебя поманили морковкой, короче, а ничего нет, и ты просто, ты в дураках каждый раз оказываешься, ну, в чем еще ошибка-то твоя? Да, что ты в дураках, вот ты слишком много веришь, ты слишком наивный человек. Над тобой вот действительно могут смеяться, потому что ты можешь быть наивным, да, что тебя очень легко обвести вокруг пальца. Вот давайте, опять же, если это касается какие-то семейные ценности, говорю, что вас легко обвести вокруг пальца, вы истинные цены вещей не знаете, и как бы собственные тут цены, цены, да, себе тоже не знаете. Есть такие люди, которые цены не служат, а вы цены не знаете. Хорошо, давайте, как выйти из этой ситуации все? Ну что, мы будем читать звезду как духовность или про то, что вот вы как какашка в проруби, вы действительно не понимаете, зачем вы, кто вы, что вы, да? Да, такое немножко застревание в миссии. Смотрите, ну, вам кажется, что у вас реально какая-то великая миссия, смотрите, может, кстати, вытаскивать, какие-то свои родовые задачи, и не только свои, но еще и окружающие, да, то есть нам вот казалось, что вот я про семью все, я про род, я именно как бы про то, что, ну, мои задачи как бы вести, видимо, родовую систему, какое-то такое некое эволюционное развитие. Я на себя это сама возлагаю, да, потому что мне кажется, что я, может, какой-нибудь супер избранный или избранный, но башня, понимаете, башня, которая говорит о том, что это тебя просто приведет к некому лабиринту, да, это тоже такая иллюзия. Ну, тебе говорят, смотри, что чем больше ты идеализируешь, да, тем больше ты говоришь, что, знаете, как девочка страдает, потом говорят, мне нужна была семья, так нафига вы всю корону-то на него надели, потому что как-никак, собственно, да, не вы потом, как это, не он потом летит с башни, а вы-то летите. Иллюзии разочарования сплошны. Ну вот, да, это тот уровень, который вы выбираете, как-никак, людей, общения, жизни и так далее, да, мне кажется, что я не могу, недостойно, не получится. Поэтому вот они все эти деструктивные программы, да, я глупенькая, я маленькая, я наивная вообще, да, то есть мы прям застреваем в этом состоянии. Что-то можем сделать? Знаете, конечно, вам было бы легко, если бы вы прям как восторженный ребенок, да, смотрите как-то туз кубков, да, как бы карта солнца. Но у меня ощущение, какое-то прям пресыщение все равно, вы понимаете, от этого всего прям как бы на самые-самые-самые-самые-самые, короче, вот вы залезли на пьедестал, понимаете, на вершину, и вот что, больно падать, или мы понимаем, что там радости никакой нет? Еще колесо фортуны. Понятно, вы платите слишком большую цену за эффект видимого благополучия. Понимаете, это эффект видимого благополучия, как-никак. Да? Потому что, смотрите, перевернутая императрица, десятка жезлов, вы платите слишком большую цену за ваше видение императрицы, а вы совсем другая. Какая пятерка ночей? Вам почему-то кажется, что вам дается все намного сложнее, чем окружающим, да? Они могут прям с лапками, а вы прям против этого всего. Хотя с другой стороны, хочу сказать, что вас-то и ведет с лапками. Понимаете? Вас на самом деле ведет к человеку, на которого реально возлагают надежды, а потом разочаровываются. Вы очень боитесь разочаровать людей. Хотя на самом деле вы сами давно себе разочаровались. Да? Видим? Ну, это не про то, что мы себя любим. Это не про то, что мы тут по праву посмотреть туз куб, когда как бы солнце. А о чем мы на самом деле про себя думаем? Так надо. Иерафан, сила. Туз жезлов. Вы реально так про себя думаете? Еще раз. Что еще два думаете про себя-то? Понятно. Это как бы про то, что, ну, вот, а нафига оно мне все нужно, если мне в этом все вообще как бы некомфортно? Интересная, конечно, история получается. Вы пытаетесь реально казаться умнее, сильнее, грамотнее, чем вы есть. Но над вашей наивностью смеются люди. Мало того, что они смеются, они еще и используют ее, понимаете? Не во благо себе. Не во благо вам, простите. Во благо себе, не во благо вам. А это получается уже, чтобы вписаться как бы в этот мир, ну, по пятерке жезлов, вот, да, здесь все равно можно применять силу. А вы вот какой-то прям, человек какой-то прям несуразный, как вот, знаете, как сотканный из маленьких кусочков, да? Вроде ты пазлы нашел, а они все никак не складываются. Ну, что там ошибка ваша в чем? Где мы себя обманываем сами? Да в своей силе, наверное, да, какие на самом деле там? Мнительные, очень тревожные. Мнительные, как бы, тревожные. И люди, которым проще спрятаться в раковине, чем принимают решения. Поэтому все эти наши решения, они, такое ощущение, что они ошибочны, что они из-под тяжка, что нам как бы в этом всем некомфортно. Мы чем ведомые люди. И если есть люди, которые ведут нас по жизни, как бы нам в этом действительно хорошо. Давайте я сейчас еще совет вытащу по поводу кошек. Это как раз для тех, ну, читала, как бы, да? Кому актуально это все? Складывайте пазл сами, потому что абсолютно сумбурный расклад, как и ваша энергетика. Вообще разбалансированная. Нет, мои прекрасные, вы не про то, чтобы нести карму рода. Все. Ничего вы не несете, слава богу. Может уже что-нибудь отработали, а может его и не было. Понимаете, это иллюзия, что вы тут что-то отрабатывали. Поэтому как бы вам сложнее, чем остальным. Да, вам реально сложнее, чем остальным, потому что ощущение, что у вас как будто жизненных сил меньше. Вот такая вот была история. С вами была я, ваша нейроведьма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова